АПЛОДИСМЕНТЫ То есть он там у них работает, все при температуре, в жидкого гелия. А вот там, когда ручки эти разогняются, они 20 минут разогняются, и они, получается, два летят параллельно. А почему они начинают, когда разогнались, вдруг сталкиваться, если они до этого 20 минут параллельно летели? Там есть специальные электромагмиты для этого, которые, во-первых, все время корректируют их траекторию, фокусируют их. И они просто в это время включаются, начинают их фокусировать сильнее и направлять их в точку столкновения. То есть они видят, что достигнута определенная скорость, типа, все, можно начинать, дают команду. Они в разных направлениях параллельно летят вот так. Ну да, они летели в разных направлениях параллельно. Я знаю, что они в разных направлениях, просто они до этого летели параллельно, и тут вдруг начинают сталкиваться. Вообще с чего? Теперь понятно. Почему свинец? Почему свинец? Вот выбрали они работать с театрами свинца, я не могу точно сказать, почему именно свинец. А скажите, а чем условлена такая высокая цена свинца? Действительно вот такое очищение? Да, потому что его нужно отделить еще не только химически, но и от других изотопов. Это сложное количество там, ну, скажем, за месяц там, ну, ты говорили сутки там, на сколько? За месяц, за месяц используются чуть-чуть в утрам. А, поэтому, в принципе, не так много. Таня, ты сказала, что там происходит очень много реакций, да, и то есть, как бы, потом отсеиваются самые интересные из них. Да. Столкновения. А кто этим и занимается? То есть, это сидит человек, который выбирает самые интересные или какой-то робот, что-то? Предобработка происходит программно, вот там вот еще на самом нижнем уровне, там стоят огромные такие серверные шкафы. А в одну секунду сколько происходит? В одну секунду происходит, по-моему, около 600 миллионов. Ну, просто интересно, каким образом это работает, то есть, как они определяют, какие интересные, а какие нет. У них есть уже на этом случае распределение, например, то есть, есть известные реакции, известные частицы. То есть, например, углы отклонения будут такими-то, скорости частиц будут такими-то, и они уже знают, что вот это вот не интересно, вот это мы уже знаем. То есть распределяют вот как раз вот это по частицам массовым зарядом, что здесь у нас развелись вот такие-такие-такие частицы, это событие нам уже не интересно, мы его знаем, мы его не будем записывать. Нет, но просто мой вопрос касается того, что, возможно, они какой-то из вариантов просто не учли и, возможно, вот за счет этого что-то потеряли очень интересное. Может, даже где-то оставить. Это же возможно, в принципе. Они не учитывают как раз то, что они уже очень хорошо знают. Ага, вот так. А то, что не будет попадать под этим, они как раз будут записывать и потом анализировать. Статистики набирается огромное количество, она до сих пор еще не проанализирована та, что была набрана во время предыдущего из его запуска. Поэтому этот процесс очень долгий. Еще вопрос? Я тебя помучаю еще одним вопросом. Давай. Может, ты знаешь, какие у них в данный момент проводятся исследования и к чему они сейчас двигаются? Какой следующий майлс долг стоит по исследованию частиц? Или это что-то такое настолько глубоко физическое, что нам об этом лучше и не знать? К сожалению, я не полностью знаю о том, к чему именно они стреляются. Последние исследования, которые были, там было что-то про открытие ментокварка, было что-то про то, что они пытаются сфокусироваться на новой физике, на том, что не подпадает под стандартную модель. Как понял, нам об этом лучше. Чтобы лучше спать по овощам, да? Да, спать будем крепче. Да. Скажите, пожалуйста, какие у них проводятся синхронизации? Вот, например, вот эти пучки летят там с интервалом 7 метров. То есть их надо же столкнуть потом в определенном месте именно в текторе. Как это отслеживается? Положение? Вообще у них, получается, автосинхронизация возлетает в том числе и из-за того, как они ускоряются. Там, получается, они ускоряются в такой специальной полости металлической, где электромагнитным полем радиочастоты, которое будет одновременно их и ускорять, и синхронизировать. Потому что вот они туда приходят, и на них воздействует, грубо говоря, стоячая волна. И, то есть, когда частица туда подлетает, она подлетает в тот момент, когда поле нарастает. То есть, получается, если она подлетела чуть раньше, она получила меньше импульса. Если она полетела чуть позже, она получила больше импульса и догнала остальные. Поэтому после каждого прохода через вот эту ускорительную секцию они еще дополнительно между собой синхронизируются. Спасибо. А Украина как-то участвует в этом проекте? Украина участвует. Во-первых, я не знаю точно в каких еще областях, но в частности кристаллы для них они выращивают. Как раз недавно в Харькове с демоном кристаллов видела, как они выращивают эти кристаллы, какие. И в обработке результатов тоже принимают участие. Вообще, там такая огромная коллаборация на весь мир. И там почти со всем миром участвуют в обработке музыкантов. Украина тоже, да, теперь. Если это все, давай скажем, Таня, спасибо.